сейчас начнем запись только нужно сначала каким-то образом попасть в машину да вот это замело замело первый пункт сделан в машину мы попали все короче в сугробах единственное что назад сюда через дверь машине автодоводчик видите все пример за вроде автодоводчики хорошо вот в таких ситуациях не очень и зима дело такое ребятки всем огромнейший привет вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян и для тех кто впервые пол наш канал такой небольшой дисклеймер я не автоблогер я лишь делюсь опытом владения нашими машинами всегда на канале традиционно как купили первый год второй год и так далее и вот сейчас у нас уже третий год машина volkswagen multivan который мы купили 31 декабря 21 года да да мы стали счастливыми обладателями мы купили volkswagen multivan посмотрите какой он классный а мы едем домой сегодня 31 декабря у нас даже елка не наряжена ничего не готово да да прям вот перед новогоднюю ночь выкатили салона это multivan t51 подробно посмотрите выпуск как мы его купили и собственно выпуск традиционный первый год владением данной машины очень интересные выпуски обязательно гляньте кто хочет купить такую машину то вам эти выпуски будут прям очень очень актуальны и вот мы тут в таиланде зимовали и я тут вспомнил что ничего себе традиционный выпуск второго года владения мы так и не записали поэтому ребятки сейчас выпуск именно про второй год владения то есть 2023 год как прошел этот год у машины он был такой нежданчиком в общем досматривайте до самого конца приятного просмотра погнали мы очень много путешествуем на машине мы здесь спим живем едим у нас здесь установлен у у нас здесь значит установлен биотуалет столы с собой палатки бокс труба вода и так далее то подобное есть даже и совсем скоро на самом деле начнется сезон мы будем прям плотно плотно путешествовать на машине и уже начинаем думать про обновление что нам обновить и первая наша обновка это новенькие подушки ведь подушки в путешествиях важны для здорового сна и пока мы были у брательника в гостях да как раз вами на день рождения отмечали они нам постели на втором этаже и выдали нам подушки настолько удобный настолько классная у них спросил вообще где купили они мне сказали и не прошло и несколько дней мы тоже себе заказали такие потрясающие подушки на которых ты не просто спишь ты так отдыхаешь круто ты восстанавливаешь подушки от компании blue sleep мы уже наверное неделю спим на этих подушках это просто какое-то нереальнейшее удовольствие ребятки смотрите как они к нам пришли подушки приходят вот в такой вот коробке давайте вскроем как вы уже поняли наша подушка от компании blue sleep приходит вот в таком чехле она скручена мы выбрали комплект подушек анатомических blue sleep 40 на 60 ортопедическая подушка шеи быстрое расслабление мышц удобство положения головы как же приятной голове и шеи вы даже не представляете в комплекте кстати идут две подушки что очень удобно видели же они какие-то такие широкие я такой подумал блин сейчас бы еще вакуумные пакеты к ним а потом понял что они вот так вот очень компактно сжимаются и убираются в заводской вот такой пакет вот именно так вот такие подушки мы будем возить собой а теперь главным товары от компании blue sleep можно приобрести очень выгодно благодаря повышенному кэшбэку сбер спасибо действующие акции и промокоду первый промокод sleep zone 2000 дает вам скидку аж целых в две тысячи на покупку матрасов от 10 тысяч рублей второй промокод рест 500 дает вам скидку в 500 рублей на покупку подушечек от полутора тысячи рублей ну а ссылочку где мы заказывали я оставлю там в описании то есть хотите хорошо высыпаться в путешествиях то самое время обновляться и заказывать ребята абсолютно на каждый автомобиль я собираю документики такую папочку что сделано вот эта папка про эту машину так в студию гости пришли что мироса соскучился дай у мульфин куда что там увидел машинка твоя да это называется выпуск пошел не по плану ну да ладно мы же семья на чемоданных вот пожалуй семьей и я и вот она красавица наша вы только посмотрите ребята опа открылась сразу сходу упал вай вай история пользования автомобилем в двадцать третьем году началась в турции да мы были в турции тогда мы ждали получения внж и попали под вот этот всеобщий замес когда всем начали отказывать мы наконец-то получили отказ спустя пять часов и с 3 попытки ну кто в курсе короче что-то в курсе есть интересно смотрите выпуске и из-за этого то что машина у нас уже находилась не по правилам в турции мы на ней особо по турции не ездили только из алании в анталию в гочи по вот этим документным делам и все потому что если бы мы бы на ней куда-то приехали в центр анталии мы могли попаться копом и они бы считали наши номера и машину бы сразу на штрафстоянку вытаскивать ее оттуда было бы достаточно проблематично поэтому мы особо ее не эксплуатировали она стояла у нас в комплексе под охраной и по сути все ну а в конце значит января нам приходит отказ и мы были вынуждены улетать тогда мы стояли перед выбором либо мы улетаем либо мы уезжаем и мы поняли что сейчас зима снегопады вообще не вариант перевалы все будут рындец поэтому мы ее оставили на таможне мирошки не верится что мы оставляем не закрывать не надо пока закрывать положил эту тряпку еще он отражайку блин надеюсь тачка все будет хорошо я капец конечно переживаю очень грустно ну наверное ближайшие три месяца она будет здесь и машина там простояла три месяца мы улетели на шри-ланку то есть три месяца машина вообще не эксплуатировалась спустя три месяца мы прилетели значного в турцию хотели ее забрать думали там мы сможем как-то договориться в итоге у нас не получилось ничего решить и мы были либо вынуждены ее забрать либо ее снова продлить еще на три месяца там была своя история не буду вдаваться в подробности но смысл в том то что мы ее снова продлили и машина там снова простояла три месяца и тогда она стояла уже летом на адской жаре что конечно были последствия об этом сейчас чуть позже расскажу не переключайтесь ну что же ребята вы можете нас поздравить мы снова остались без машины на срок но как минимум до 24 июля о том что машина стояла полгода в турции у меня также есть документы я вот их сохраняю обязательно чтобы не забыть но если вдруг мы надумали когда-то продавать машину для нового владельца это будет прозрачная история нашего автомобиля в общем еще через три месяца ребятки мы вынуждены были машину забрать и экстренно уезжать из страны так как у нас было 7 дней чтобы вывести машину из страны если бы мы ее не забрали то наша бы тачка улетела бы с аукциона турецкого то есть мы бы тачку потеряли в общем там была такая на самом деле очень напряженная ситуация вот крюкому интересно посмотрите ну в общем ладно все-таки сегодня про машину про ее год использования в общем у меня здесь есть такой небольшой список что было и так значит чтобы нам ее вообще забрать из таможни мы приехали туда с нашим другой димой говорил ведь колесо села на мель сейчас заведем сначала начали ее заводить аккумулятор сдох вообще полностью я не знаю что повлияло так прям ну конечно он был слабенький но так чтобы он прям в ноль умер не его никак не прикурить ни одной станции нет машины ничем не помогло вообще вы отправились сразу же быстро за новым аккумулятором купили новый аккумулятор варта полный есть выпуск как мы его покупали устанавливали вообще как машину забирали с таможен тоже гляньте забрали машину и все и отправились собирать вещи перед тем как поехать мы сделали небольшую перестановку мы засунули чемодан в багажник после того как мы уже понимали что нам нужно будет преодолеть огромное количество километров нам нужно все-таки заморочиться поставить новую резину здесь на помощь пришли наши друзья дима с маша вам привет и смотрите у них volkswagen калифорния дима покупал себе значит на нее резину она ему не понравилось и он ее снял поставил себе как бы обычную которая требуется по заводу по параметрам а я был этом она прошла там километров 300 может 500 я меня резина ждет ну вот почти новая все короче сразу забираем в общем поставил ту новую резину и мы отправились в путь короче а здесь должны нам все сделать кстати про резину резина оказалась выше из-за этого расход у машины увеличился представляете она ела восемь с половиной стала кушать десять с половиной что конечно мне тоже не очень нравится я бы все-таки воткнул сюда на сезон бы обычную свою нормальную резину но посмотрим в общем ребятки на машине мы в любом случае много путешествуем и много проехали место кто смотрит тот все понимает еще я хочу вам показать мое такое увлечение это коллекционировать страховки из всех стран где была машина смотрите каких много за 2023 год у машины было целых шесть страховок представляете я даже не хочу вспоминать эту сумму денег которую мы потратили на оформление этих страховок две страховки были в турции две страховки были в грузии одна страховка была в армении но и последняя шестая была в россии самая классная страховка от компании в ска страховой дом в ска общероссийская универсальная страховая компания и существует она с 1992 года и между прочим занимает ведущей позиции на рынке страховых услуг россии является пятикратным лауреатом национального конкурса компания года под страховой защиты в ска более 33 миллионов граждан рф и на самом деле как же все-таки удобно делать полис осаго не посещая никаких офисов просто онлайн пока мы были в грузии быстренько чикс в пару кликов и полис у тебя готов они вот эти вот все бумажки помимо этого плюса если еще ряд других например не дай бог конечно случилось дтп не нужно заполнять вот эти вот протоколы ждать сотрудников терять свое время вы просто заходите в мобильное приложение тык-тык-тык-тык и все все оформлено дтп оформлено езжайте дальше по своим делам это очень важно в нынешнем ритме жизни а еще немаловажен пункт что денежные компенсации также происходят не посещая офиса это супер а еще ребята в ска это надежность и финансовая устойчивость компании подтвержденный рейтингами ведущих российских рейтинговых агентств и да чуть не забыл поддержка 24 на 7 по телефону либо в приложении ссылочку на оформление полиса осаго я оставляю там в описании переходите оформляйте и хороших вам дорог из-за того то что машина долго простояла на жаре многие резинки пришли в негодность даже дворники на стеклах они рассохлись и пол дворника представляете отвалилась слава богу что мы нигде не попадали под дождь а попали только в грузии там прям вообще были конкретно ураганы тоже выпуски снимали и тогда я поставил все новые хорошие щетки на дворники мимо проезжали увидел здесь картинку с щетками думаю дай сразу поменяю щетки поставил цена вопроса 30 лари и ну в общем недорого вышло мы прокатали всю грузию останавливаясь самых интересных местах кстати еще забыл сказать пока мы были в турции мы стали обладателем новенькой станции ромас на тысячу ватт и вот эта станция нам очень круто помогает помогла в путешествиях и продолжает помогать потому что это действительно это целое электричество у тебя в машине на 220 от нее даже фен работает я тоже снимал кстати на нее подробный обзор и тестировал на различных электрических предметах это было очень интересно короче станция крутая далее армения ну невероятно под него даже вставать не надо мы все мы все мокрые вообще посмотрите какая здесь красота мы прокатали всю армению слава богу все хорошо и мы двинулись в сторону ирана представляете нам не хватило доехать буквально 30 или может быть там 50 километров до границы с ираном как мы остановились я пошел в магазин и слышу что из-под капота идет этот предательский звук вот это я тогда знатно в штаны наложил слушайте это был такой испуг я думаю ну всех она короче движку и мы попали естественно дальше никуда не поехали мы развернулись и отправились в ереван столицу армении ведь именно там я хоть как-то мог починить машину доехали вот так вот чтобы дай бог доехать потому что что было под капотом непонятно в общем армении мы столкнулись конкретно в ереване столкнулись следующем что за дизельные двигателя вообще мало кто берется те кто берется в отпуске но нам помогли армяне собрались сам такой делегация там где мы в квартиру заехали нашли нам хороший сервис очень хороший прям вообще его прям максимально рекомендую если вдруг у вас там что-то не дай бог случится то обращайтесь к этим ребятам автосан называется загнал к ним и представляете что было дальше мне кажется здесь все-таки стоит вставить вот эти вот моменты которые случились с машиной это было какое-то чудо короче вот посмотрите ребят я буду снимать колесо так сейчас опускаем раз будут уже сверху все снимать блин конечно это максимальный прикол просто чудо короче все сняли все живое но все равно ставим новое а ремень уже все сумма даже нет но пикокрутить собираем уже обратно все новое ремень нам не дает покоя но это вот видимо из-за того то что машина долго простояла на таможне вот такое дерьмо и случилось жесть конечно новенькие ролики новый ремешок он поменять не стали потому что все в хорошем состоянии о первый запуск сразу норм и теперь у меня на руках есть два чека на 40 тысяч драм это за работы и на 72 тысячи драм это за сам ремень и с роликами со всякой вот этой мишурой в общем починили все хорошо дали мне естественно акт проделанных работ естественно была гарантия но учитывая что мы там особо-то и не задерживались соответственно как бы смысл в этом нету кстати ремень ремкомплект грм я поставил бошевский что в принципе считают достойный экземпляр и все и мы дальше двигались такая неприятная ситуация была но вот как я всегда говорю эта машина довезет тебя куда угодно вот даже на последнем колочке зубика она тащила по этим перевалом серпантином но это какое-то чудо на самом деле приехали к нам друзья мы значит прокатились еще по грузии проехали весь кавказ кроме топлива машина не нуждалась больше вообще ни в чем блин я такие сильно люблю мы приехали в россию и вот в россии я решил заменить лампочки в круг для тех кто давно на нас подписан видели что на панельке у меня загорается периодически эта лампочка мол типа не горит какой-то габарит за границей было не до этого поэтому приехав в россию я все заменил в круг об этом следующий сюжет посмотрите у нас прям есть ребята которых бесит вот этот лампочка на панель не на самом деле она меня тоже бесит мы просто не доходили руки потому что когда ты все время в дороге какие-то моменты естественно откладываются на потом сейчас поеду короче заменю лампочки здесь нужно не только эту лампочку заменить это горит на ближний свет а еще и есть вопрос с габаритом заднем короче все лампочки надо поменять в круг все купил давайте расскажу первое купил вот такую вот штуку называется очиститель контактов как же здесь просто ты приходишь магазин тебе четко понимает что тебе нужно ты объясняешь полностью проблему и тебе подсказывают выбирают помогает но чтобы понимали за границей когда ты это делаешь это либо через переводчик короче так все сложно поэтому лишний раз обращаться даже не хочется думаешь а да терплю потом возьму вот и примерно так у нас здесь стоит штатная вебаста но она перестала давненько работать я как-то и снимал когда мы были в турции на западе и там все контакты окислились поэтому я взял вот этот очиститель контактов должно помочь потому что я посмотрел этот блок управления стоит 8-9 тысяч рублей прикиньте это просто дохрена а нам вебаста очень необходимо так как у нас есть климат-контроль ее можно запускать по ночам когда холодно и она будет неплохо топить нам салон короче вещь нужная также естественно взял вот такую вот штуковину пятновыводитель пеноочиститель нужно будет все сидушки пройтись потому что конечно после такого долгого путешествия ну передние сидушки еще нормально смотрятся а вот задние сидушки и там конечно трындец и надо все это дело будет очистить пена вздуется и убирать но чуть позже все увидите взял все лампочки посмотрите просто каких много сейчас пойдем как говорится все менять здесь и передние габариты новые диодные взял чтобы клевенько смотрелось здесь и стоп-сигналы с подсветкой здесь и противотуманки здесь и просто подсветки ну естественно взял самые дорогие ближний свет с увеличением аж на сто тридцать процентов надеюсь надеюсь будет very good но сейчас посмотрим как все светится будет доехали до гаража видите вон одноглазый просто езжу здесь только подсветка здесь ближний свет без подсветки дальние вроде работают туманки тоже все работает у меня короче надо все как говорится менять что было very good все включил для контроля смотрите как все как смотрится но сейчас надо все поменять не очень то мне нравится здесь короче далее очень хороший свет ближний мне не очень нравится я посмотрим как с тем поворотники все работает ну туманки соответственно все тоже работает ладно начнем менять нужно еще вот эти заглушки ступчины заказать потому что потеряли их на этих дорогах ну и сзади они тоже на самом деле он видите уже все доживают свое они уже не очень хорошо держатся но на самом деле я отличие пока не вижу но это чуть до чуть белее свете да мне кажется но посмотрим как будет в деле как они будут освещать мокрую дорогу потому что приоритет все равно это именно когда ездим ночью в дождливую погоду тем более по горам ну-ка вот так желтый а здесь ну да по веселее вот эти светит конечно сказать что в этой машине лампочки ближнего света меняются максимально просто вот они прям руку засовывать чикс отвернул без всяких там клемм без всего вообще ставил новую а лампочку и еще очень прям реально максимально для того чтобы поменять габариты нужно все-таки лампочку ближнего света вытащить для удобства и все она вот так вот выдирается и вставляется новая новая куба светодиодные светодиодные гораздо красивее смотрятся вот они вот такие вот пойдемте ставить вы готовы смотрим опана одна горит а вторая все-таки не горит хочу за хрень блин но смотрится конечно очень круто беленький свет прям то что надо ладно сейчас это буду разбираться короче левый габарит никакую не хочет работать я тут подумал а что если он не работает из-за того то что у меня и здесь левый габарит не работает здесь вот они два работают а здесь не один надо сейчас вот этот плафон разобрать и посмотреть открутил я пока только два болта но чё-то пару держит еще надо гуглить оказалось то здесь все максимально просто надо просто плафон вот так вот сторону отодвинуть и все и он у тебя в руках вот кстати здесь вообще все все сухо все герметично давайте вам покажу вот видите все сухо все здорово единственном пауки все равно каким-то образом пробираются откладывались свои лячинки но это собственно сам весь блок который нами нужен сейчас будем разбирать кстати на жопу я взял вообще оригинальные лампочки которые идут завода что должны светить долго то что он сейчас все в круг поменяем здесь нужно отсоединить эту клемму и открутить все вот эти вот болтики и получается вскрыть всю фару приступаем собственно вот отсоединили плафон и в руках остается вот эти вот все лампочки и схемка все просто четыре болтика и супер все теперь надо здесь абсолютно все поменять что-то я не могу понять ни в какую подсветка не хочет работать с этой стороны тоже с этой все very good с этой нет не понимаю я пока я вот думаю может быть предохранитель что-то голову делать по ходу надо проверить предохранителем зажал я тормоз и тормоз работает значит лампочка исправны и сюда идет топ потому что эта лампочка она вместе с дополнительной подсветкой получается двойная противотуманка тоже работает вот сейчас покажу хоп работает а вот это по моему это что это тоже тормоз по ходу дела ну-ка посмотрим а это задний ход все это задний ход поворотник но это все мне работает короче я не смог эту лампочку победить видимо это горит то что не работает подсветка она же габаритка как вы можете заметить я что-то не победил одну сторону почему-то как-то все неправильно работает надо все-таки наверное заехать к электрику где-то что-то наверное окислило чтоб не прозвонили проводку да кстати забыл сказать что как раз после лампочек мы поставили машину на парковочку и улетели в таиланд вот такой вот год ребятки у машины получился хочу сказать что это лучшее что есть эта машина тебя довезет куда угодно как угодно ты в ней будешь жить ты не будешь спать ты не будешь есть она абсолютно это абсолютно крутая машина то есть аналогов машины для путешествия с комфортом я не вижу если вы знаете давайте обсудим это в комментариях все ребятки буду прощаться если вам интересны путешествия на машинах путешествия с нами то обязательно подпишитесь на канал также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал я буду с вами прощаться до нового выпуска пока у меня а Продолжение следует...